Доминирование нового штамма вне особенностями и течения заболеваний при этом варианте. Для оценки этой ситуации число госпитализации является наиболее важным показателем. Жители Бекина, которые покупали жиропонижающие противовирусные препараты и карства от кашля и боли в городе, заставят сдавать тесты на коронавирус. Об этом пишет газета Global Times. Новое правило начнет действовать с 23 января. Это связано с тем, что китайские власти пока не смогли локализовать распространение коронавируса в городе. Согласно новому правилу, жители Бекина, приобретавшие лекарства от лихорадки, кашля или боли в городе в течение последних 14 дней, либо купившие их в будущем, будут обязаны против тест на корид в течение 72 часов с момента посещения аптеки. Они будут получать соответствующее сообщение в специальном мобильном приложении. В противном случае могут столкнуться с ограничениями на передвижение. Кроме того, жителям Бекина, проживающим в районе города со средней и высокой степенью риска заражения, отныне будет запрещено покидать пределы города. Новости спорта. В студии Михаил Кедровский. Здравствуйте. Даниил Медведев, несмотря на проблемы со здоровьем, смог преодолеть четвертый раунд. Первый в сезоне турнира Большого Шлема открытого чемпионата Австралии по теннису. Подробности у Екатерины Маловичко. Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии по теннису, победив американца Максима Крисси в четырех сетах. Медведев выиграл первый сет за счетом 6-2, второй на тайбрейке. В третьем сете он брал медицинский перерыв из-за боли в спине и уступил на тайбрейке, а в четвертом сете довел матч до победы 7-5. Я контролировал игру в первом сете, во втором мне не удалось сделать брейк, но я сумел победить на тайбрейке и просто хотел продолжать в том же духе. Когда я проиграл третий сет и заработал 8 брейкпоинтов в четвертом, я подумал, ну давай же, я мог бы реализовать некоторые брейкпоинты, но он играл хорошо. Добрый день. Такси у ворот.